очень многие снимают и я в том числе закаты здесь прекрасный рассвет и посмотрите рассвет ребята это рассвет посмотрите как солнце выскакивает из моря невероятно я уже показывал здесь красиво но поймать прям вот так вот солнце у меня получилось только впервые кто-то сидит на лежаке тоже встречает яйка красота самое крутое здесь в рассветах это то что тебе не нужно вставать в 4 утра и дай что-то реально сложно сделать сейчас 721 и у нас рассвет красота вот так вот друзья есть такой сервис называется суточно ru мы постоянно его мониторим когда снимаем жилье чем он уникален тем то что они взяли скопировали все с iron bnb то есть всех пользователей кто был раньше на той площадке они взяли вставили в свою все отзывы статусы супер хозяинов там это все есть удобные фильтры качественная сортировка проверенное жилье соответствующие фотографии ссылочку на этот сервис я оставляю также в описании обязательно пользуйтесь новая моя команда будем умываться мудро сегодня началось со сборов потому что мы уезжаем из этого места едем в другое ничуть не хуже возможно прекрасней посмотрим ее штраф все поднял в бокс осталось только вытряхнуть туалет убрать стол ну и так в общем по мелочи еще вчера у нас стирка было все это дело сложить а пока мы ждем ребят когда они до просыпаются мы решили с насенкой попить кофеечек и пойдем на турецкий завтрак снова его покажу здесь мы уже облюбовали один ресторанчик которые несколько раз ходили и у них есть турецкие завтраки стоимостью 150 лир возьмем два один завтрак идет на две персоны и попробуем как следует на если ну естественно покажу вам уважаемые великан выспался поэтому можем смело идти на завтрак в полном в наиполнейшем составе я бы даже сказал ну вот мы пришли в ресторан детей отдельно взрослых отдельно здесь у нас получится это сделать ну да мы вообще подумали о том то что детей отсадить в другой зал очень другой ресторан лучше в другой город или в страну но нет конечно это не про нас у нас слишком много детей и мы их очень любим ладно сейчас будем заказать завтраки покажем какая-то будет поляна началась подача принесли пока всякие соуса оливки детям отдельно процесс пошел еще небольшую часть еды принесут и будем завтрак принесли еще овощи но потихоньку получается нас поляна у детворы свой вайп взрослых своя поляна вот так вот вот там кстати перенесли еще вот омлетик объелись точнее нет мы обожрались уходим отсюда вышло 300 лир 2 огромнейших завтра ну и ты в любом случае все не доешь ты еще часть какую-то оставляешь начнем утро с каталки пойдем покатаемся ну точнее даже не я больше покатаюсь а покатается настенка потому что мы тут плавали я так сильно умудохался у меня плечи сильно сильно валят а вот настенка очень хочет поплавать на сапе начали каталку с того что я спрашиваю знаешь правило нет у тебя эти уже залезли так нельзя делать отходи все там же эти плавники да соваливайся на него не переживай так а настенка будет кататься поближе к петле к вот этой да вот все и греби вода отправили умеет мама да не умеет мама кататься да сынок вот это делаю я после завтрака у меня еще ряд бытовых вопросов например нужно слить унитаз заполнить абсолютно все баки у меня есть 4 баклажки и бак на крыше 25 литров мы собрались выезжаем ребята пока остаются здесь есть у нас там все получится и мы найдем хороший мест чтобы они протянули караван то они сегодня вечером к нам приедут так вот наши зрители отдыхают сейчас тоже надо сказать до свидания они на сапе уплыли ну ладно вдруг увидят себе выпуск ехать нам 57 минут 39 километров я хочу вам напомнить что это было деревня чуралы очень прикольно обязательно посмотрите наши путешествия из этой деревни ну и конечно потом как следствие сюда обязательно приезжайте наша сейчас задача подняться вон туда на самый верх где проходит трасса здесь очень крутой и красивый серпантин но если вдруг у вас какая-то длинная машина либо вот караван как у ребят то вы сможете проехать немножко опыта потихонечку аккуратно поэтому серпантину можно все мы выехали на основную трассу едем в сторону кумука и финики было на в принципе вот финики кумука и надо находимся сейчас на приличной вообще высоте по трассе ехали совсем недолго будем сейчас уходить спи трассы и двигаться опять к морю по серпантину вот нам вот сюда адраса в этой местности мы тоже хотим попутешествовать здесь очень красивые тоже есть места шипс если бы мне сказали что я буду преодолевать столько серпантинов я бы в жизни не поверил причем здесь они действительно очень крутые очень сложные с перепадами нам кстати еще надо будет заехать в мегрос смотрите какие красоты горы 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 мы спускаемся снова вниз в бухте мы сейчас очень так круто поднимаемся на вот эти вот хребты а потом мы видимо будем спускаться уже вниз начинается серпантин такой конкретный и нам еще ехать где-то километров 15 поэтому серпантину по пути заехали в магазин куча всего набрали памперс огромную пачку чая воду молоко курицу короче куча всего он вышла 465 лир ну условно 1300 на наши нет такую красоту купил посмотрите короче это баллон я не знаю сколько здесь литров газа но явно много наверх прикручивается комфорка здесь все регулируется есть даже ручка вот так вот переносить всю эту штуку и у нас теперь будет вот такая нормальная плитка приехал в обменный пункт где продают эти баллоны просто поменял и все представляете заплатил только за газ стоимость этой всей истории 320 рублей в 5 литров получается до бутан два с половиной и кори сим 2 и 3 короче это такое ладно не понял если вдруг вы едете в турцию либо также путешествуете уже по турции обязательно купите здесь вот такой вот баллон газа мы очень долго как-то тупили не покупали больше месяца получается и очень много денег спустили на вот эти маленькие туристические баллоны а по сути нужно было сразу покупать такой баллон самый маленький большие то не надо как его возить собой а вот этот идеально сверху докупаете эту плитку баллон 200 плитка 120 красивый из такой голубенького цвета на любую заправку приезжаете его дали вам дали свежий очень удобно мы перевалили данный хребет и дальше у нас начинается дорогу уже вниз к бухте он уже показалось на море она там где-то внизу очень красиво это будет пухта очень там есть маяк там есть острова очень красиво но я просто видел картинки и еще у знакомых видел в соцсетях они выкладывали там прям вау я еду и говорю это что на море показалось вы только посмотрите какой вид и мы туда спускаемся невероятно красоты нас ждут с вами главное преодолеть этот серпантин посмотрите видите какая дорога уходит на 180 плюс еще и резко резко вниз мы прям очень резко начали спускаться я даже ногу с тормоза не убираю главное чтобы колодки не загорелись но я специально ставил очень хорошие понимаю что мы поедем в горы посмотрите еще один спуск очень крутой вообще просто 180 градусов смотрите и резко дорога пошла вниз посмотреть с какого холма мы спустились здесь настолько потрясающие дороги в плане покрытия дорожного ну и плюс они капец какие красивые вот и мы спустились уже к берегу сейчас будем поворачивать налево наша основная задача найти кемпинг где будет и интернет и электричество это прям максимально важно для нас для всех поисках кемпинга мы двинулись дальше здесь такая дорога уже природная если можешь так назвать да не асфальт там я походил там есть кемпинги но они чисто палаточные на машине туда не подъедешь и тем более на таком паровозе как у ребят точно не вариант поэтому двигаемся дальше в поисках нормального кемпинга посмотрите откуда мы спустились куча всего преодолели вон там вот виднеется бухта где мы были подъехали вот сюда вот фуркан кемпинг здесь называется здесь нужно дальше спуститься вниз к воде единственно что я пока не рискнул ехать на машине сейчас просто спущусь спрошу по цене если электричество и вайфай но судя по тому что здесь нет никаких проводов походу там вообще ничего нету и дальше вдоль еще есть ряд кемпингов хочется все посмотреть уже что-то выбрать место конечно очень прикольная вода классно цвет воды вау заход конечно булыжники но тем не менее в таком месте точно хочется искупаться стоимость 100 лир за персону то есть 200 электричество у них есть вайфай нету здесь больше есть проблема на машины что не заедешь тем более на карване это только палаточный кемпинг больше мы пока не знаем где мы будем останавливаться сегодня на ночь но мы точно решили что нужно сначала искупаться оставили машину двигаемся в бухту которая кстати называется пиратская бухта там очень красивый цвет воды которые мы изначально показывал там еще лучше я надеюсь у нас получится полетать на дроне и конечно же мы там покупаемся уже все переоделись все просто двигаемся туда здесь вот есть всякие типа палатки но это и есть сон каркемпинг я просто не нашел хозяева я думаю было бы и очень здорово здесь остановиться хотя бы на пару дней принципе вроде даже вайфай у них есть курсанка я до пляжа типа 300 чем-то 300 метров закрасили типа 30 метров вообще почитал на него идти буквально метров 70 ну собственно вот она парковка и вот мы просто до угла дошли и вот она уже виднеется бухта то есть я думаю что правильно замазали 300 метров чтобы люди не пугались это все вот таких вот скалах тушь не прикольно здесь и стал им есть вода прикольно и небольшой маленький пляж даже корабли стоит все мы уже зашли темка пытается всем не надо говорю а сюда слабенько заходит солнце мы уже поздно приехали ну да просто огонь очень нереально цвет воды решил я подняться хух искупался поднялся здесь виды сейчас покажу вам сверху или здесь водичка топчик сейчас пойдем туда сходим и вообще это к смотрю есть следы от всяких костров вот сосна и скалы в скалах тоже можно весь вон как морить из попрыгать можно кстати глубина то позволяет рыбки вот это я понимаю вот надо сап и переплывать мы мы получается были где-то вон там вот вдалеке вот вот это все на машине преодолели как же меня всегда удивляют эти сосны которые растут прямо из скал подойдем сюда вот здесь оплавал я не знаю сколько здесь большая глубина но вот с той стороны точно можно крыгать я даже спросил здесь турка он говорит да можно пока ждем ответа от хозяина этого кемпинга мы ему написали на ватсап там просто никого нет мы решили что нужно приготовить кушать прям сюда сейчас поставим нашу новую газовую плиту и быстро приготовим да ну короче ждать хозяина кемпинга решили творить обед пока он ответит нам не знает видит или нет были надеяться как видите не зря под забором тут варим сейчас творим супчик мирошка морковочку грызет да мираж мы сейчас скажи подождем на привет скажи вкусная морковочка вообще-то это была на суп но это видимо ее сейчас грызешь как зайчик морковочка да вкусная можно просто фарш отварить но это здорово купили для свеженький фаршик нам прям при нас там его сделали чтобы быстренько с фрикадельками супчик сделать и вот баллон новый шарик не купил цветочками красота ты у нас много газа теперь можно еще жить кучу времени в кемпингах вообще мы пока ждали этого хозяина приготовились обед пообедали все дела он приехал вот мы стоим на самом деле уже в этом кемпинге пообщались в итоге электричество протянуть сюда нельзя вай-фай две палки я не знаю сколько он будет хорошо работать на электричество очень-очень нужно короче мы решили ехать обратно вот например кемпинг он чисто вот под палатки на тачке не заедешь стоят такие бунгалы из строительных сеток сделаны и по сути то и все и сам пляж здесь есть кафешечка и можно где-то прям видимо вот здесь вот встать ну собственно откуда мы и начинали и у нас и полный пакет дам дороге к дам папы давайте посмотрим как папа сделает с большой гранат к нам идет он ты руку гранатов сейчас все почистим ладно ладно потом еще покажу как мы будем чистить не зря съездили набрали огромнейший пакет гранатов в этом пакете килограмм 10 наверное вот мы и дома мы съездили что-то там кемпинги полная г вот поэтому сюда автодом какой-то приехал наше место свободно почему демон меня ищет он закрой дверь и и Продолжение следует...